приветствую друзья с вами Виталий давненько я не записывал никаких видеороликов на сложные темы как некоторые из вас говорят youtube меня поздравил с тем что моему каналу уже 12 лет и он совершенно за 12 лет не вырос спасибо вам кто смотрит мои каналы мои ролики там по минуте по две минуты вы смотрите время от времени тыкайте кликайте о чем это о чем это там нам что-то интересное эмоциональное сегодня друзья я вернусь к теме американского менталитета потому что до сих пор звучит этот акцент ставят русскоязычные иммигранты по вопросу адаптации к американской действительности к этому и вы теряетесь теряетесь до сих теряетесь потому что не смотрите мой канал теряетесь и много теряете денег много теряете нервов здоровья и сил да и компенсируйте совершенно другими вещами друзья сегодня акцент поставим на человеческие взаимоотношения то есть вы думаете о том что человеческие взаимоотношения существуют в мире то есть понятно почему вы так думаете потому что вы находились выросли в среде которая стабильное имеет государственное состояние вы этого не осознаете когда находитесь внутри этого государственного состояния и его это стабильность то государство состояния ограничить ваше развитие соответственно вы ощущаете что вы не развиваетесь и что вам остается в этом государственном состоянии которым вы находитесь вы начинаете добиваться чего то есть понятие такое наше да не добиться чего то надо добиться добиться потому что государство состоянии надо очень сложно сложно передвигаться да потому что все стабильно и здесь играет роль человеческие взаимоотношения так называемого то есть дружба связи общение и так далее то есть главное не бумажка правильно не контракт не договор не то что написано там докторе а как мы с тобой лично взаимодействие то есть личность некий посредник возникает человек образе личности это личность персонал персона кайта и это личность формирует определенные качества надо качеством взаимопонимания чувственности какой-то эмоциональности и так далее и мы перетекаем другую среду обитания которую в другой мир как говорится перейти и оказывается что там нас эти русскоязычные то обманывают да не подлецы да не подонки они оказывается читают документы и подписывают контракты читая контракты а я не читал а я не знал и так то для меня бумажка не главное для меня главное отношение дружба взаимопонимание общество национальности на таких там традиций культуры с как к которым мы вместе выросли там и вот на эту культуру традиции хотим перенести другую среду обитания но почему-то она не прививается культура традиции новой среде обитания и требуется значительные ресурсы финансовые чтобы перенести культуру традиции среды обитания в которой вы жили там в человеческих отношениях новую среду обитания не получается не прорастает почему-то и возникает такой диссонанс вы не можете адаптироваться вы все время обращайтесь к посреднику то есть между вами и людьми некий посредник личность какая-то которой вы доверяете и у у того человека такие личные качества не такие же личные качества мы друг друга доверяем у друг друга понимаем только потому что нос личные качества иметь сопределятся доля эти личные качества формируются средой общество воспитывается в нас на и мы такие И основываемся вот на вот это, на личность. Вы оказались в американской среде обитания, и этого нет посредника. Человек не является посредником. А что является посредником? Ничего нет посредника. Нет посредника. Поэтому надо обращаться к бумаге, надо к тексту обращаться. Букве, к закону обращаться, к внутреннему закону. И люди взаимодействуют друг с другом на основании того, какой закон находится между ними. И сегодня, друзья, мы этот акцент поставим с вами на адаптацию. Очень сложно этот момент. Отказаться от эмоциональности, от чувственности, от этого желания обнять кого-то, обнять, взаимопонимание какое-то наладить, отношения какое-то создать. То есть поиск личности. Не найдете вы человека среди людей. Это философы 19-20 века об этом говорили. Не найдете, не ищите. Человека нет среди людей. Личности нет, вы там не найдете. Не обращайтесь, не ищите. Вам вы будете финансировать состояние. То есть люди готовы быть личностью для вас, если вы хотите. Но за ваши деньги. Они будут для вас личностью. Они будут для вас в каком-то образе выступать. Какую-то маску на себя одевать. Как-то притворяться. Но если у вас имеются деньги, средства. Соответственно, вы будете терять финансы, самое главное. И будете много работать. Ну, поняли, о чем речь, да? Надеюсь. Итак, мы когда личности, вот здесь все собрались в кучку, и построили такую пирамидку в обществе, в государстве, да? Это государственное состояние, такая пирамида. И на эту пирамиду мы лезем все. Лезем, толкаемся, чего-то добиваемся. Это вот это когда личность у вас. Здесь у вас никакой личности нету, человеческих взаимоотношений. Человека как посредника человека нет. Вы каждый свою кучку строите. Свою кучку вашего развития. Понимаете? Вот это мой канал. Это не мое личное, личный рост какой-то, понимаете? Это мое развитие. Мое индивидуальное развитие, которое я демонстрирую вам через вот эти видеоролики, да? Понимаете? Вы свою кучку, свою кучку строите, маленькую. И потом она будет у вас расти, если ваша кучка кому-то понравилась, и в эту кучку вам принесли что-то еще, да? Другие люди. И вы не рассматриваете их как человека, как посредника, как личность. Не рассматриваете людей других. Не общайтесь с ними как с потенциальными друзьями, с потенциальными коллегами, с потенциальными соседями. Ну, вы тебе акцент доставите. Вот хорошо, у меня тут друзья рядом, вот у меня соотечественники рядом. Вот у меня это. И все это мне создает какую-то эмоциональную поддержку. Бла-бла-бла. Это вас заведет вот сюда, на эту гору. Очень быстро вы с нее свалитесь. Вот на эту гору состояния. Государственное состояние, которое вы себе до сих пор держите. Это государственное состояние. Вы принесли его с собой. Вы выросли в государственном состоянии. И вы в этом состоянии находитесь внутри себя. Вы находитесь в государственном состоянии. Стабильности какой-то. Стабильности отношений, стабильности и так далее. То есть, какой-то стабильности. Она нужна здесь. Сесть на какую-то скамейку, забраться на какой-то уровень. Вы еще все это говорите про какие-то уровни, чего я добился и так далее. И вы здесь сесть на какой-то уровень носовой и посиживать тут. Поплевывать на тех, которые ползут снизу вверх. Здесь нет такого. Нет. То есть, нет стабильности внутри вас. Никакой. Есть только одно развитие. Поэтому, друзья, сегодня я с вами хотел пообщаться. Возможно. Еще позаписываю видеоролики на тему. Американского менталитета. Ментальность основывается на отсутствии посредника между людьми. Это важно для вам понять. Что вы когда общаетесь с человеком, между вами никакой личности нет. Никто не создает в вас безопасные отношения. Никто не защитит. Нет никакой защиты личной. Вы это должны понимать. То есть, между вами и человеком дистанция нет. То есть, личность убрали. Поймите это. Не надо не говорить. Не тратьте свои силы, средства, время. Жить свою на создание личностей. Отношений личных. Дружбы, поддержки. Наши понятия. Вы поняли о чем, да? Спасибо вам за внимание, друзья. Небольшой видеоролик был. Так. Спасибо.